Привет, друзья! Еду на тренировку, отвечаю на очередной вопрос. Неплохой вопрос на этот раз, довольно-таки интересный. Звучит он примерно следующим образом. Что легче или сложнее перетренировать? Крупную мышечную группу или мелкую? И как перетренированность влияет на наш организм? Именно от крупной мышцы или от мелкой? На первый взгляд вопрос может показаться очень простым, элементарным. Но на самом деле, так как большинство все-таки тренируется по методикам, рекомендациям, взятым из журналов, от выступающих атлетов. И мы сейчас даже не говорим, кто как тренируется. С помощью волшебных веществ или без. Не суть. Суть в том, что если включить логику нам с вами, то станет очевидным. Когда мы перетренировываем крупную мышечную группу, такую как ноги, спина, естественно, это будет бить по нашему состоянию, вгонять нас в общую усталость, недовосстановление, перетренированность всего организма, центральной нервной системы и именно на центральную нервную систему будет гораздо выше, чем если вы перетренируете руки те же, к примеру, да, дельты, грудную мышцу. По той простой причине, что масса крупных мышц все-таки существенно больше. Больше нервных волокон, окончаний подходит к этой мышце от центральной нервной системы и, естественно, возвращается к ней. Кто не знает, мы получаем сигналы от центральной нервной системы, посылаемые на мышечные волокна, для того, чтобы они сокращались. И точно так же центральная нервная система для мониторинга состояния организма и самой мышцы получает сигналы обратно от мышцы к себе. Это для тех, кто считает, что у мышц нет мозга. Друзья, у мышц мозг есть, у всего есть мозг. У кого нет мозга для мышц, у того вообще просто нет мозга. Это обычные, простые истины, которые может понять, дойти логически, размышляя любой человек более-менее грамотный при наличии серого вещества в голове. Но зачастую мы с вами, особенно на начальном этапе тренинга, что тренируем? Люди тренируют в основном грудные мышцы и бицепсы. Тренируют их, мусолят их постоянно, чуть ли не на каждой тренировке. Много ли вы знаете людей, которые приседают? Много ли вы знаете людей, которые делают становые тяги? Тем более, когда сейчас эти фитнес-выкидыши пытаются убедить вас, что приседания и становые тяги не нужны. Когда вот эти фитоняшки, которые накачали свои ягодичные мышцы именно приседами, тягами, сейчас утверждают, что это можно сделать с помощью резинок, различных махов. Все это ложь, обман и мифисикация. Я не знаю, для чего они это делают. Мне ихние мотивы непонятны, этих девочек, серьезно. Так вот, мы, переходя на здоровый образ жизни, как мы считаем, начиная ходить в тренажерный зал, тренируем усердно свои бицепсы, свои грудные мышцы, забывая о остальных мышечных группах. И, естественно, перетренировываем в большей степени, потому что тренируем в основном только их, даем лишнюю, ненужную нагрузку, эти самые малые мышечные группы. И, естественно, организм тоже, когда вы перетренируете бицепс, будет получать негатив, будет получать очень нехороший опыт, очень будет переутомляться весь. Центральная нервная система будет переутомляться тоже. Но, естественно, не в такой степени, как если бы вы перетренировали ноги, скажем, да, квадрицепсы. Просто по той причине, что масса общая мышц ног гораздо больше, чем бицепс. Бицепса вообще там такой минимальный процент общей мышечной массы, что смешно даже об этом говорить. Но малые мышечные группы, друзья, перетренировать гораздо-гораздо легче. Повторял уже не раз, по какой причине. Многие забывают, что, тренируя бицепс усердно, нужно тренировать с еще большим усердием трицепс. Трицепс – это как минимум треть массы рук. И если вы хотите иметь огромные руки, то нужно раскачивать трицепсы в первую очередь. И на массу, и на силу. А бицепс всегда должен догонять трицепс. Но трицепс должен всегда опережать рост силы бицепса. У трицепса, во-первых, три пучка, у бицепса два. Но, друзья, опять-таки, это не значит, что на бицепс нужно как минимум два упражнения. Нет. Не существует упражнения. Невозможно с помощью хвата или еще чего-то переносить нагрузку с одного пучка на другой. Анатомически, физиологически так устроено, что бицепс, сгибая руку, работает сразу двумя пучками. И что бы вы ни делали, как бы вы ни ухищрялись, вы не сможете изолировать отдельно каждый пучок. То же самое касается и трицепса. То же самое касается и трехглавой мышцы голени. Да, если кто-то не знал, то голень – это три мышечные головки. Что общего между квадрицепсом, бицепсом, трицепсом, мышцами голени? Общего то, что несмотря на то, что свое начало брюшки берут в разных местах, все они соединяются в одно мощное сухожилие, друзья. Все и четыре головки квадрицепса, две головки бицепса, три головки трицепса. Все соединяются в одно сухожилие. Но, естественно, не между собой, а две головки бицепса соединяются в свое одно сухожилие. Три головки трицепса, в свою очередь, соединяются в свое сухожилие. И, естественно, четыре головки квадрицепса соединяются тоже в одно сухожилие. По логике, особенно когда мы с вами тренируемся чисто на своем, нам с вами достаточно делать одного упражнения на мышечную группу. По крайней мере на голень и на бицепс это точно. Что касается квадрицепса. Здесь в идеале будет делать приседания, к примеру одно общее базовое упражнение и для квадрицепса и для бицепса бедра и делать по одному изолированному упражнению. К примеру разгибания ног и сгибания ног лежа, либо сгибания ног стоя поочередно каждой ногой. Для трицепса ситуация примерно такая же. Делаете одно базовое упражнение и одно изолированное. Но не забывайте, что трицепс участвует во всех жимах. Во всех жимах лежа, сидя, неважно какой бы вид жима вы не делали, будет работать трицепс. Поэтому учитывайте это, составляя свой тренировочный график, свой тренировочный сплит. Это очень важный момент. Иначе вы будете тоже перетренировывать ваши трицепсы. Что естественно негативно скажется на общем состоянии. Да, нужно особо отметить, что неважно какую мышечную группу вы перетренируете, это будет сказываться негативно на всем организме, на всех остальных мышечных группах, потому что организму нужно будет восстанавливаться. И в первую очередь он будет бросать все свои ресурсы на восстановление, на избавление от данной проблемы. Логически понятно, что если это будет бицепс, то это будет быстрее и легче, нежели если это будет квадрицепс, к примеру. И ущерб организму, естественно, больше от того, чем больше масса мышечной группы. Думаю, друзья, я и так вас уже загрузил, но общее понятие смог до вас донести, потому что не раз вам говорю, знание и понимание, почему-то, к сожалению, зачастую являются двумя разными вещами. Тот же пример про те мышцы, о которых я вам сегодня рассказал. Я готовлю статью, готовлю видеоролики для вас абсолютно бесплатно, с программами, с объяснениями более доступно, популярно, почему и сколько упражнений необходимо делать на ту или иную мышечную группу. Объясню, почему на дельтоид нужно делать три упражнения отдельно для каждого пучка. Объясню, почему нужно делать два упражнения на грудные мышцы. В общем, поговорим с вами о всех мышечных группах, поговорим о том, как идеально тренироваться. И, кстати, вы поймете, что такое настоящее фуллбадди. Она, эта программа фуллбадди, неразделима все же от сплита. К сожалению, все, что касается фуллбадди относительно бодибилдинга, полная чушь. Я не встречал еще пока ни одной грамотной программы фуллбадди именно для развития тела с точки зрения культуризма, бодибилдинга. Надеюсь, я вам приоткрыл немножечко занавес. Вы сами сможете сделать выводы. Всегда стараюсь, вы знаете, дать вам больше информации для того, чтобы вы могли самостоятельно сделать правильные выводы. Не просто давать вам рыбу, а давать вам удочку. Это гораздо, гораздо важнее. Делитесь, друзья, данным роликом в своих соцсетях со своими друзьями. Это лучшая благодарность мне и каналу. Особенно, если вы считаете, что я делаю полезное дело. Ставьте лайк. Если вы не согласны с тем, что я говорю, рассказываю, то смело ставьте дизлайк, друзья и недруги. И если вы считаете себя адекватным человеком, то, естественно, обоснуйте адекватно, с чем вы не согласны, как есть на самом деле и почему вы так думаете. На основании чего вы пришли к таким выводам. Это очень важный момент, отличающий хейтера и тролля от нормального здравомыслящего человека. Потому что я допускаю, что могу быть неправ. Ну, не в этой ситуации, правда. И любой человек имеет право на свою точку зрения. Если эта точка зрения не ограничена его тупостью. Если это строится на практике, на каких-то теоретических базовых знаниях. Меня часто спрашивают, почему я так уверенно говорю о тех или иных вещах. Во-первых, я всегда говорю уверенно только о том, что опробовал сам на практике, что опробовали мои ученики. У меня мощная теоретическая база. Я закончил университет на факультете физической культуры и спорта. Учился сам. Нигде ничего не проплачивал. Потому что мне это было интересно. Я поступил уже, когда мне было за 20. Именно по той причине, что понял, что я люблю, чем я хочу заниматься. И на какую сферу деятельности мне нужно учиться. Соответственно, это была физическая культура и спорт. И сейчас я постоянно продолжаю развиваться. Читаю любую информацию, какую могу только найти. По анатомии, по физиологии, по очень многим моментам. И вижу, что люди просто-просто не знают обычных истин. Я сам буквально пару лет назад только узнал, к примеру, о главной классификации мышечных волокон. Проверьте знания своего тренера, инструктора, свои. Напишите в комментариях, какую вы думаете классификацию я имею в виду. И вы увидите, что 90% из вас ошибаются. Конечно, не те мои внимательные подписчики, которые следят за всеми моими видеороликами, статьями. Потому что я уже не раз озвучиваю эту тему. Ну что, друзья, спасибо, что смотрите. Спасибо большое за комментарии. Если у вас есть вопрос, смело пишите его в комментариях. Если он интересный, адекватный, актуальный, то он станет темой следующего видеоролика. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем позитива. Субтитры создавал DimaTorzok